Привет, друзья! В очередной раз я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И так как мы постоянно находимся в движении и постоянно лодка находится в движении под нагрузками, периодически она требует сервиса и покраска дна и прочее, прочее. И вот давайте сегодня я расскажу вам про то место, в котором происходят все эти процедуры, покажу, как работает инфраструктура, что здесь происходит и все-все-все более детально изнутри. И зададим вопросы управляющим этим драйдоком Пауле и Кису. Ну что, давайте пройдем внутрь и я вам расскажу и покажу. Ну что, у нас здесь есть в ботярде, ботярдовский кот, который уже убежал. Зовут его Страйк, потому что его зовут Страйк, потому что его нашли в момент, когда здесь были забастовки, его нашли плавающего в воде рядом и выловили. Охотник. Ну что, пойдемте. Здесь находится главный офис ботярда, то есть, собственно, вот отсюда идет все управление. Рядом идет маленькое помещение, это хозотдел, но это как бы на самом деле не настолько все важно. Давайте больше сконцентрируемся на том, что здесь происходит и как. Стена, на которой оставляют подписи, те, которые здесь стояли, но не все, а так по настроению. Ну что, давайте зайдем внутрь и все. Павла, сколько ботейрдов можешь оставить в марине? В марине мы просто, в зависимости от моно или мультио, около 7-8. В марине только 7-8. В доме я могу иметь 70. А, ты имеешь в виду в марине? Да. В доме и в марине. Хорошо, но я думал, что это только один послucci. Потому что в обороне есть половины ботейрдов в марине. Потому что это небо, Check out! В доме они действительно все они закинчат. О, хорошо, но в доме это около 70 ботейрдов. Да, 70 ботейрдов. Но, можешь объяснить, почему все боти имеются без вас? масты? Потому что с вибрацией в воздух это очень опасно в хорриканских сезон. Масты сделают большую тенсию? Да, точно. Вы потерпите много потенцией на фиксации, на стрибах. Вы просто фиксируете бот на земле, и почему в хорриканских сезон? Где вы держите масты? У нас есть бот на поверхности контейнера. Мы видели, но я думал, что это только для фиксации? Нет, это только для масты. Это только для безопасности. Все боты, которые в ботном доме имеют без масты, только для безопасности в хорриканских сезон. И все эти боты в ботном доме имеют для сезонного сезона. Мы также делаем, как мы сделали для вас, небольшие движения крана. Если люди просто хотят чистить их. Да, как мы сделали, мы делали антифолин. Но с джюлью до вновьем, это только хорриканские сезонные боты. Так что крана не двигается? Не двигается за три месяца. Окей, я понимаю. Да, это позволяет нам сделать все свои средства в наших машинах. Но вы говорите, что это джюльный бот. Так что все в ботном доме может быть сделано самим? Да, точно. Мы не работаем на ботном доме. Но если я потребляю каких-то сервисов, то вы можете организовать это? Я не организую это самим, но я даю вам контакты, чтобы люди это могут сделать. В доме у нас 5 различных предприятий. Это я уже говорил. Но я не организую это самим. Я даю вам контакт с людьми. После этого вы можете платить мне эти билеты. Потому что они не имеют карди-карт-машины. Только я имею карди-карт-машину. Ты сидишь, как спидер, делаешь бот. Да, точно. Окей, Павло, спасибо большое. Ребята увозят понтон, потому что с другой стороны будут лаунчить катамаран, насколько я понимаю. И вот они перемещают понтон с одной стороны на другую. И это на другую дня я الذي делает работу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И сейчас его будут швырять на воду Дина, ты знала, что этот катамаран весит 9,5 тонн? Дикольно, при том, что мы почти в 14 тонн? Да Не такие они заселенные, как мы, обжившиеся Может, воды просто у них было мало? Налито ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот этот катамаран уже лежит на водичке И все, что ему осталось сделать, ему будет ставить мачту И ее просто закреплять Мачта где-то здесь находится в бот-ярде Ну, давайте я вам сейчас все это покажу деталь А вот здесь находятся мачты, которые предназначены для установки На лодке, которая сейчас находится на воде Вот эта мачта в частности Это та, которая будет установлена на катамаран Который сегодня спустили Вот он сейчас здесь находится Вот краном поднимают крюк И потом за самый верх Одевают вот эту вот мачту А здесь есть еще дополнительные, которые лежат по бокам Они тоже рассчитаны на то, чтобы их одели на лодке Еще здесь есть момент касательно мусора То есть, если у вас есть обычный пищевой мусор Его нужно выносить за пределы бот-ярда Его нельзя использовать, оставлять внутри Потому что так можно развить большое количество крыс И других паразитов, которые здесь вообще совершенно не нужны Ну что, идемте посмотрим дальше Как будут ставить мачту на катамаран Что произошло с мастом? Ну вот, вот эта мачта стоит на-друге Ага, хорошо Эта мачта слетает вверх Так вот, эта мачта нет проблем Эта мачта Вот она не удастся Вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... На нашей лодке, потому что у нас это тоже есть в планах. Я покажу это все в деталях. Здесь в бот-ярде есть несколько магазинчиков и сервисных мастерских. Вот этот контейнер слева, там делают ремонт моторов для тузиков. А вот этот, здесь находится покрасочная мастерская. Я вам сделаю несколько кадров о том, как мы покупали краску для покраски нашей лодки. Вы увидите, что там внутри. Далее, есть вот ригер. Вы видите, сколько мачт здесь находится сверху. Это человек, который занимается ремонтом мачты, ремонтом стоячего текелажа. Далее, marine electronic. То есть, они занимаются, естественно, электроникой, всякими чарт-плоттерами и прочее. Дальше идет компания, которая занимается вот всяким разным. Она называется Custom Fit. И они занимаются в основном обработкой дерева и, ну, все, что нужно починить там из мебели по лодке. Это все находится здесь. У них, кстати, очень хорошие возможности для ремонта. Далее, Sales Maker. Ну и вот мы вернулись к офису. Соответственно, это вот офис Марины. Сейчас мы зайдем туда и зададим Пауле несколько вопросов. В ботьярде абсолютно нету всяких крыс. Это очень важный момент, потому что, смотрите. Вот этот контейнер, он создан исключительно для мусора, который образовывается в процессе ремонтов. То есть, сюда нельзя выбрасывать продукты. Потом, идемте далее, я покажу. То есть, когда вы делаете сервис ТО, у вас образовывается большое количество смазочных материалов, которые нужно где-то утилизировать. Вот здесь есть такая бочка. Вы просто приходите сюда и сливаете сюда свои масла, бензин, которые у вас остались лишние, которыми вы больше не можете пользоваться. Диночка, зачем ты рвешь одуванчики? Для моих друзей варанчиков. Варанов кормить? Да, сейчас пойдем, узнаем, как они кинули. Пойдем. Сейчас на пирс, который магазина. Ай, злодей, ай, злодей. Вон они, смотри, вараны. Ой, и главный, смотри, все в коре. Видели такой? Какая игра проще. Ручные, ручные. Смотри, одуванчики она не захосела. А ты, кстати, вон. Мальчик? А, он, видишь, у него идут. Да. А вон еще идут, еще идут. Варей. Там еще один идет. От злодей. Так, здесь в бот-ярде есть следующее фасилитис. Естественно, это душевые. Душевые, чистенькие. Здесь 7-минутный таймер. Сюда кидаешь монетку и на 7 минут включается душевых. Здесь две. Вот вторая. Она, наверное, закрыта. И вот здесь вот находятся стиральные машинки. Стирка стоит 5 долларов за цикл загрузки, ровно так же, как и в лаундре. Ну и здесь бойлер для горячей воды. Ну, собственно, здесь просто техническое помещение, где можно прийти и постирать. Здесь находятся туалеты мужские и женские. Кстати, вот вообще настолько чистые, что позавидовать можно многим дорогим ресторанам. Так, давайте теперь подойдем к Марине. Здесь находится Марина на 7-10 лодок в зависимости от того, катамаран это или монохол. Они идут все практически с выходом на пирс. И здесь идет подключение воды и электричества. То есть розетки здесь все идут 10-амперные и есть поменьше для более маленьких лодок. Если у вас 32-амперные, то, наверное, нужно будет делать все через переходник. Тут даже есть под вот такие вот розетки, как обычные, бытовые. Ну, а здесь, естественно, обычная 16-амперная розетка. Ну и подключение воды. Ну и лодки. Если я вам ранее показывал их сверху дроном, то выглядят установки вот таким вот образом. То есть лодки стоят на киле и имеют под собой подпорки. Вот такие вот подпорки, которые, собственно, держат ее в вертикальном положении и вертикальную геометрию соблюдают. Ну и вот эти лодки, вот их стоит вот здесь много. Все, естественно, без мачт. Ну и еще осталось вам показать, наверное, один гипантон. И весь рассказ о ботьярде будет уже завершен. Лодки, которые идут на временном хранении, на временном ремонте, они стоят вот здесь с краешку. Точно так же, как стояли и мы. И вот мы сейчас подходим к дингипантону. Это плавучий понтон. Вот здесь вот стоят все тузики. И вот наша лодочка как раз уже стоит на воде. Ну, мы чинили форстей, поэтому она у нас стоит носом к берегу. Вот, кстати, ребята сейчас впускаются на воду. Итак, как ты? О, мой Бог. Ты готов к лонжу? Да? Я всегда волнуйся, что лодка будет... Вуу! Нет, не волнуйся. Я надеюсь, что это может быть хорошим контентом. Да, это будет хорошо для твоих видео. Это очень плохо для меня. Это был месяц работы. Нет, 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 достаточно. Нет, 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 достаточно. От лодка, это очень красивая. Сейчас ее будут на воду швырять. Здесь прокладывают такие тряпочки, чтобы не поцарапать. Это уже для лодок, которые готовы. Молодцы, ребята, очень качественно делают. Молодцы, ребята, очень страшно. Да. Молодцы, ребята, очень страшно. Молодцы, ребята, очень страшно. Молодцы, ребята, очень страшно. Лодку спустили, сейчас уберут стропы и лодочка на воде. Ну что, вот я вам и рассказал о ботярде, который называется тайм-аут ботярд, DIY ботярд, то есть do-it-yourself ботярд, в котором вы делаете все самостоятельно. Собственно, на этом мы наш выпуск заканчиваем, подписывайтесь, ставьте лайки, дежурные комменты или просто комменты и до встречи через несколько дней уже в следующем выпуске. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok